Правильная тенденция. Более того, категорически я бы закрыла все сайты экстремистского характера, порнографического характера, просто напрочь бы все это закрыла. Эту грязь, это гонилье, понимаете? Ну что это такое, когда сайты есть, пособие для самоубийцев, да? То есть человеку дана жизнь, я не знаю, люди с такими заболеваниями борются, хватаются за эту жизнь, да? Всеми частями тела, всеми фибрами своей души, они вот на четвереньках полжут, но они, понимаете, борются за эту жизнь, да? И с другой стороны, вот пособие по самоубийствам, ну бред полный, да? Вы посмотрите, что делается с нашим молодежью, да? Посмотрите на эти селфи, которые, то есть потенциальные самоубийцы, да? Все потенциальные. Откуда у них это вот стремление, да, к таким экстремальным вещам, да? Очень многое мы черпаем из интернета, слишком многое. Не надо давать такую свободу. Это все, понимаете, такая гадость и такая развращенность. Этого и так хватает в нашей жизни, этого и так хватает на экранах наших телевизоров. Не надо. Особенно все, что касается терроризма, экстремизма, это просто категорически надо все блокировать то, что делают во многих странах мира. То, что делают во многих странах мира. У нас же, понимаете, вот вечно перекос или все, или ничего, да? У нас вот нет той золотой середины, которая вот может остановить человека. Вы посмотрите, если дают информацию, то ну все, тебе уже прям, ну все, любую базу можно купить, все, что угодно. Если хотят тебя убить или еще, это же вот просто в интернет зайди, и очень многие люди меняют свои данные. Они вынуждены менять свои данные. Когда у тебя крадут деньги со счетов, ты меняешь все абсолютно. Да, не касаемо там, может, биографии, да, все. Но ты вынужден менять свои личные данные. Поэтому это какая-то свободная, она же не наказуемая у нас. У нас, ну, к большому сожалению, законы не работают. Их очень много, их все время пытаются переделать, пытаются что-то внедрить новое. Наверное, очень много пытаются сделать, но законы не работают. Никто не будет заниматься вот этими мошенниками, интернет-мошенниками, которых просто расплодилось такое количество, что, ну, просто немерен. Ну, никто не будет. На это и рассчитано. Вот они там сгребают по 100 рублей, да, с каждого человека, да, при этом теряют миллиарды, миллионы. И никто ими не занимается, потому что это никому не надо. Конечно, надо ограничивать свободу. И, конечно, надо вводить и паспортные данные, и личные. Но другое дело то, что будут вводить какие-то другие паспортные данные, будут воровать паспорта, будут. Ну, понимаете, тут же мы же находчивые очень русские, да. Вот с одной стороны талантливые, с другой стороны вот это вот, как сказать, Остапа Бендера, да, тут страна великих мошенников, величайших мошенников. Когда ты в жизни с ними сталкиваешься, это такие артисты погорелого театра. Вы себя просто вообразить не можете. Никогда в жизни не подумаешь. Никогда. Люди оказываются мошенниками. Это вот в реальной жизни ты можешь с ними общаться годами, и ты не понимать, не будешь понимать, кто с тобой. А в интернете это паутина, вот реальная паутина, да. Поэтому, не знаю, я вот, например, вообще нигде не регистрируюсь, ни в каких соцсетях. И вообще, считаю, все эти знакомства, понимаете, в соцсетях это все чрезвычайно опасно. Когда особенно ты там где-то мелькаешь, ты становишься очень уязвим. Поверьте мне, очень уязвим. Особенно женщина. Ну, я стараюсь как-то вообще, знаете, пользоваться почтой, какими-то насущными вещами, интернетом, когда мне нужно что-то. А особенно не общаться в интернете. Блин.